Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж 18 килогерц, так называется новый фильм режиссера Фархата Шарипова. Всем привет, с вами Динара Сида Ахметова, вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале КМА. И сегодня мы находимся на примерном показе этого фильма, который признан лучшим на международном кинофестивале в Германии. Фильм уже впечатляет своим названием. Что же может означать 18 килогерц? Что хотели передать создатели и герои этого фильма? Удалось ли это им? Попробуем узнать. Здравствуйте. Что для вас молодость? Для меня молодость это когда метаболизм работает быстрее, чем то количество еды, которое я ем. Классно. А как вы думаете, легко ли быть молодым? Да, конечно. Молодым можно быть в любом возрасте. Можно быть молодым в 50, 60, 70. А можно быть старым в 12. Так что... Уважаемые гости... Спасибо. Спасибо огромное. Прежде всего, спасибо, что выделили время, пришли, посмотрели кино. Мы очень рады приветствовать вас здесь. Я не буду говорить сейчас до просмотра фильма, я просто в кино. Надеюсь, что он вам понравится. Хотел бы представить вам актеров. Камилла Хунцова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие у вас впечатления от фильма? Вообще я сама молодая, и у меня с родителями недопонимание иногда бывает. И этот фильм показывает, что они когда-то тоже были молодыми, у них когда-то тоже были проблемы, недопонимание с родителями. Этот фильм раскрыл этот момент, и я как-то более начинаю с пониманием относиться к своим родителям, потому что у всех у нас разное. Легко ли быть молодым? Легко ли быть молодым? На самом деле не очень, потому что ты очень маленький для этого душого мира, и ты многое не понимаешь. Ну я это уже давно перевернула, конечно. Но в такой момент, в такой момент, ты кажешь себя, ну для себя ты более такая, как сказать. В такой момент, ты кажешься, очень уязвимый для этого, потому что ты очень маленький. Не сложно ли было играть свою дебютную роль в такой глубокой, в думчивой картине? Не, на самом деле было сложно, потому что, так как все актеры, которые начинающие, для них какие-то бывают проблемы. Ребята очень волны, потому что мы только начали, было много сложностей, в том плане, что надо было играть. Ну ладно, у нас было очень сложно. Были страхи перед съемками? Да, перед съемками, в принципе, не было страха, просто мы думали, как бы нам сыграть это. Но мы не родились в это время, и как бы, как сказать, мы никогда не курили, и вообще наркотики в игре, и все равно, что это было. И нам все равно, как бы, надо было сыграть, и мы, как бы, трудились, старались, весь материал и учали, и все можно. Что вы для себя приобрели после съемок? Какие-то качества могут себя развить? Ну, для себя я, как бы сказать, приобрел актерские какие-то навыки, потому что Бахас хочется, чтобы он нас отправлял, так как у нас опыта не много, и он нам подсказывал какие-то моменты, чтобы мы делали так. У нас были, как бы, сперезы, ну, сами были, как-то команды, мы тут с вами тоже общались и изучали, как они вообще, как разговаривают, как смотрят вообще, как это все происходит, в каком состоянии, то есть, ну, для них это было в это время. Вот мы это все изучали, и... Иди сюда, красоты! Моя героиня, она мама. Она, естественно, такая чуткая, внимательная, но, несмотря на то, что она внимательная, она не слышала, не видит все, что происходит рядом с ней. Знаете, просто родители обычно, мы относимся очень шаблонно, выполняем какие-то функции, которые, ну, возможно, недостаточны для детей, да, для подростков. Особенно. Мне кажется, этот фильм дает урок нам всем, с кем мы постарались услышать, вникнуть, быть рядом, быть услышанными. У нас было несколько концов этого фильма, и если бы мы вышли, если бы не сложилась у нас ситуация с пандемией в марте месяце, то, скорее всего, сегодня на экранах и вообще в то время вы видели бы совсем другой фильм, потому что там как раз-таки конец. Он перевешивал в сторону какой-то, не знаю, хэппи-энда, надежды, выхода. И главный герой возвращался в реальность, возвращался в реальность и находил в себе силу улыбаться, это был выпускной. Я не знаю, выложим ли мы эти сцены в интернет, будет ли доступ у зрителей к этим сценам, но была последняя наша задумка, она была все-таки перевесить фильм в эту сторону. Но почему-то этот конец меня смущал. И смущал не только меня, я видел реакцию, мы показывали этот фильм, я видел реакцию зрителей, зрителей разных, как киношников, так и просто обычных зрителей. И я видел, что зрители не удовлетворены этим концом. И мы показывали и другой финал. У нас был финал гораздо жестче этого фильма, это когда мы останавливались на сцену с матерью, звонил звонок, и мы дальше не знали, вернется ли герой домой. Мы оставляли зрителю просто с последним звонком. Имеется в виду, было два финала. Один последний звонок звучал дома в квартире, второй последний звонок был на выпускном вечере. Это был последний звонок, когда Санчо, которого играл на сахар, он присутствовал на последнем звонке, без джаггета, но все-таки возражался в обществе. И оба этих конца, они не звучали правдиво, потому что они завершали историю. Они не давали никакого выхода. Как только пришел вот этот конец, я бы не назвал его концом, а условно говоря, эта история заканчивалась таким образом, то она открывала гораздо больше дверей к размышлениям и давала гораздо больше надежды, наверное. Какие впечатления у вас от фильма? Мне кажется, фильм немного грустный, но оставляет открытые финалы, дает нам в клубе решать, как закончиться с фильмом, с хэппи-эндом, либо логический финал. Поэтому, мне кажется, каждый человек уже сам на себя решает, как ему выбирать вообще в этой жизни. Какой способен себе избрать. А вот была сцена, где главный герой, он немного накричал на маму. Как вы к такому вообще относитесь? Что бы вот вы... Можно ли терпеть такое? Вроде вот в фильме мама это оставила просто так, или в продолжении. Как бы вы вообще в жизни, если такое вот случится, как вообще маму можно регировать? Ну, я думаю, что... Смотря какая мама. Смотря какая, да. Ну, и я стараюсь быть в жизни такой, скажем так, не быть стандартной, да. Поэтому, если ребенок, возможно, кричит, значит, что-то его тревожит. Значит, это знак. Мне кажется, надо тогда быть еще чуть-чуть. Ну, я бы как-то, да. Я не допускаю, конечно, такой вот громкости, да. Но право голоса ребенок имеет. И да, и мы должны слушать, замечать, видеть. Казахстанская медиа-академия представляет Медиа-репортаж